Музыка По оценкам ВОЗ, каждый ребенок в мире рождается раньше срока до 40 недель. С критическим малым весом от 500 грамм до килограмма. В Казахстане же ежегодно рождается порядка 20 тысяч недоношенных детей. А медицина сегодня ушла намного вперед. И ей сейчас, возможно, выхаживают вот таких маленьких малюток, которые рождаются с весом 500 грамм. Но для того, чтобы выходить малюток, нужно очень-очень многое. Мало того, чтобы было все в медицинском плане предусмотрено, но еще такие милые вещи, это как вязаные вещички и, конечно же, поддержка родителям. А вот об этом сегодня мы и поговорим. Программа будет необычная. Программа будет рукоделие перекликаться с благотворительностью. Сегодня в студии для вас работает Ева Малахова. Да, друзья, мы продолжаем наш эфир на телеканале «Новое телевидение» Жанна и ФМ в рамках программы «Три товарища» «Понедельник рукодельник» Евгения Смехова и наши гости «Биг Тау» Ксения, координатор Карагандинского клуба «28 петель». Доброе утро. Всем доброе утро. Ну, как начинается утро рукодельницы? Вот с чего? Утро рукодельницы в обычной семейной жизни. Дети спят и спицы стучат тихонечко, чтобы никого не разбудить. А рукоделие в вашу жизнь, Ксения, когда пришло? Пришло три года назад. То есть я не умела вязать. Я пришла в клуб, меня научили на тот момент. Координатор была Галия. Ей большой привет. Да, ей большой привет, большое спасибо за организацию. То есть это с нее все началось здесь в Караганде. Меня научили. И я включилась настолько, что сейчас я не представляю жизни без вязания, без помощи торопышкам. Вот смотрите, третий год всего лишь, как я говорю, в хендмейт-профессии вязания. А такие милые вещички мастерски выполнены рукой Ксении. Эти игрушки, к сожалению, вот именно конкретно крючком. Я за три года так и не включилась. То есть я не владею крючком. Я владею только спицами. Это у нас наши феи вяжут вот таких вот маленьких замечательных игрушек. Вот смотрите, сколько интересного вы сегодня узнаете. О феях мы сегодня поговорим, потому что клуб 28 петель – это не просто клуб по интересам. Это клуб, у которого идея помощи маленьким деткам, которые находятся в перинатальном центре. Вот об этом сегодня мы и будем говорить в программе «Понедельник. Рукодельник». Не переключайтесь, берите чашечку кофе, чашечку чая и садитесь поудобнее. Мы начинаем. У нас сегодня очень интересная программа, потому что мы рукодельничаем мыслями и рассказываем об очень хорошей группе, об очень хороших рукодельницах. Сейчас скажу. Клуб 28 петель. Известен не только в Казахстане, но и в других странах постсоветского пространства. Даже я не знаю, поискала историю, я не нашла, с какого города, с какой страны все это пошло. Я читала и об клубе 28 петель «Белоруссия», «Россия», «Башкирия». То есть в каждом городе есть какой-то центр этого клуба, и он всех сплотил идеи помощи деткам, которые родились раньше сороковой недели или недоношенной. Как говорят, когда родители сталкиваются с этой проблемой, они не кричат на весь мир о помощи, они находятся в какой-то прострации, и им вот эта тихая помощь и поддержка в виде вот таких вот вещичек, она очень нужна. Почему? Ну, я вспоминаю себя, два раза собиралась в роддом, и с семи месяцев у меня уже в квартире стояла сумка с одеждой для меня, чтобы уехать в роддом, и для новорожденного. Потому что, как мы говорим, есть такая фраза «что-то пошло не так». Всегда это может быть. Поэтому я уже была готова. Но я никогда не была готова, что ребенок родится, например, маленький, и одежка вся будет большая. А здесь же совсем по-другому. Здесь же все по-другому. Вот, Ксения, когда вы первый раз с этим столкнулись, что для вас вы отметили? Вы же тоже мама. Ну, начнем с того, что клуб у нас существует в девяти стран. То есть сейчас последняя подключилась Грузия у нас. Тоже активно девочки вяжут. Мы как бы в чате координаторов общаемся, все друг друга поддерживаем. А началось все это с Алматы. То есть Карла Норф, фотокорреспондентом, пришла в роддом, и там были малыши. И как раз были вот такие малюсенькие носочки на них. То есть врачи сами на тот момент вязали вот эту всю одежку, одевали деток и выхаживали. И возникла с того момента идея. Клубу в этом году, 28 июля, исполнилось 8 лет. С днем рождения. Да. Нашему клубу будет 5 лет в октябре, как вот в Караганде организовали. То есть достаточно такая стабильная организация, которая повсеместно помогает деткам. Для меня как бы первоначально, почему возникло желание, я хотела научиться вязать. То есть когда я пришла в клуб, я не умела абсолютно ничего. Не держать спицы, не знаю какая пряжа, что там нужно. И галия, как бы координатор, мне помогла советами. Все, девочки меня научили. Маша, большое спасибо, большой привет. Вот смотрите, галия помогла вам, а нам многим помогает еще полезная информация. Поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь, все самое интересное впереди. Сегодня у нас разговор идет о клубе 28 петель, о вязании, о маленьких детках, которые родились раньше 40 недели. И о маленьких крохотных вещичках, которых для них вяжет этот клуб 28 петель. Вот уходя на паузу, мы уже говорили о том, что Ксения пришла, можно так сказать, случайно в этот клуб. Случайно узнала, случайно пришла и не умела вязать совершенно. Соответственно, были мастерицы, которые с радостью учили. Вот с чего началось обучение, вообще с чего начать тому человеку, который хочет научиться вязать? Сейчас время не очень много у людей. Ну, для начала это связаться с координатором. То есть получить все те требования, которые мы применяем комплектом. То есть конкретно по нашему региону мы вяжем только такие шапки. Это идет именно просьба наших врачей, чтобы они достаточно легко растягивались. Здесь, чтобы был доступ к катетерам, либо зонтам, то, что проход был. То есть у нас вот такие вот конкретно модели по караганде. Они регулируются настолько, насколько надо. Там уже регулируют врачи. То есть определенные требования по пряже, конкретно по номинованию можно сказать. Вот если мы сейчас по шапочкам сказали, что требования такие, что... Ну, прежде всего, чтобы вступить в ваш клуб и помогать вот именно вот такой благотворительной помощи вязанием, да, комплектов для новорожденных, раньше рожденных, обязательно нужно с вами связаться, чтобы узнать вот эти все параметры. То есть если вы не умеете вязать, в любом случае вы подключаетесь к чату, к нашему клубу, и мы скидываем мастер-классы там прям со схемами, со всеми. То есть девочки консультируют, помогают. Где-то если у меня не хватает опыта подсказать, то в чате девочки, которые более опытные наши, они в любом случае подскажут, помогут. Но ведь это, сейчас скажем, это не ваши требования, это требования педиатров, которые выхаживают этих детишек. Я придумала, это именно мы консультируемся с врачами, это в роддом Тимиртау, Майкудук, Ерубаева мы работаем с ними, ОПЦ в Михаловке, то есть мы конкретно с врачами с каждым обговариваем, какие комплекты нужны и на каких условиях мы вяжем. Но если с шапочками уже понятно, почему вот такая присборочка, почему широкая резинка, чтобы она аккуратно не давила, самое главное нигде, чтобы был подход, размерчик маленький такой. Она побольше, чтобы эта шапочка растягивалась. Ребеночек рос, а шапочка растягивалась благополучно. Ну а что еще нужно и как ухаживать за такими милыми вещами, вы узнаете немного попозже. Оставайтесь с нами. Сегодня с Бигтау Ксении мы говорим о клубе 28 Петель, который находится в Караганде, и говорим о маленьких вещичках для очень маленьких деток. Ну вот я сейчас держу в руках шерстяную вещь, жилеточку такую миленькую, неординарную, но она колется. Пряжа-то колючая, а детки-то маленькие, кожа нежная. Вот в чем? Ну, во-первых, то, что колючая, в чем смысл? Да. Чтобы малыши, которые родились раньше срока, они не забывали дышать. То есть это как раздражающий фактор, да, что мы одеваем колючую одежку, мы раздражаем рецепторы, и ребенок дышит, то есть он не уходит в глубокий сон. Это первый момент. Второй момент – это микромассаж, то есть если это будут носочки, если это будет жилетка, шапочка, то есть это дополнительный микромассаж для рецепторов. То есть потихоньку спит в этом боксе и развивается. Совершенно верно. То есть мы запускаем кровообращение по телу малыша, чтобы все быстрее развивалось, чтобы он быстрее восстанавливался. Мало того, что скажу, не только шапочка с очень хорошей резиночкой, но и носочки – это тоже одно из требований педиатров и клуба, чтобы резиночка очень была мягкой и также хорошо расходилась. Потому что ножки крохотные, одевать там их надо очень-очень осторожно. Но у меня же здесь в руках не только такая одежка из такой пряжи, но и более такая мягкая очень даже и не колючая. А почему вот так и так? Но здесь это тоже стопроцентная шерсть, то есть в данной жилетке используется картопу, я точно знаю. Она менее колючая, но по свойствам это также стопроцентная шерсть. То есть детки рождаются разные. У кого-то минимальный вес, им нужна именно колючая шерсть. У кого-то, хотя и вес более 2 килограмм, но он считается, что он недоношенный. То есть поддержание тепла им всё равно нужно. И консультировать с врачами мы пришли к тому, что мы можем вязать и из стопроцентного мельноса, хоть он не колючий, и также вот из этой шерсти. То есть картопу, она мягкая, но она в то же время согревает. Так же и происходит регуляция у малышей. Ну, хотя детки эти лежат только в боксе. Они не бегают по улице, не ползают по поверхностям. Вещички тоже нужно стирать. Вот их же тоже по-особенному надо стирать. Можно и сварить. Да, к сожалению, бывают такие моменты, что по незнанию, несмотря на то, что в каждый комплект мы вложим памятки для мамочек наших, то есть с описанием, для чего мы это вяжем, бывают такие моменты, что сварят. Бывает, что лежат долго в роддомах и отдают. Мы считаем, что если мы её прокипятим, эту одёжку, она же будет избавлена от всех бактерий, это самое лучшее. Шерсть сварить нельзя. То есть её можно сварить, но не нужно в этом смысле. Да, как бы подготовка, то есть комплекты в любом случае обязательно стираются детским мылом, не так, чтобы прям вот каждая деталька замылить её, а просто в мыльной воде выжимается и сушится на ровном поверхности. А я бы посоветовала детское мыло вот таким мамочкам, и кто с этим работает, всё-таки прежде чем отдать в перинатальный центр, вы же тоже стираете, проходит обработку. Конечно, это обязательно. Я бы посоветовала кусочек мыла развести в воде и в баночке, чтобы оно было. То есть уже это вот как жидкое мыло, детское мыло. И получается, вы водичку добавляете, размешиваете, побултыхали, и эту вещичку тоже побултыхали, прополоснули в тёплой такой же воде. Такой же температуры, да. Не горячее, не холоднее. Аккуратненько отжали, как я говорю, пожамкали вот так, и сушится. Тогда ваш комплект прослужит ещё не одному ребёнку. Потому что детки растут, выздоравливают, выходят из перинатального центра, уходят в семью, а ещё какие-то детки новые поступают. Ну, как-то так. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами, задавайте вопросы. С нами всегда интересно. Вы знаете, всю программу любуюсь вот такими игрушками-осьминожками. И до этого, тоже готовясь к программе, я начала искать, откуда же эти осьминожки пошли. И такие данные ко мне пришли, что в 2013 году такую игрушку своему недоношенному малышу связала крючком одна дочанка и положила игрушку в кювет. В кювес. Вот. Эффект был непревзойдённым. Малыш вместо того, чтобы хватать и вытаскивать трубочки, которые к нему подсоединены, он стал держаться ручками за эту игрушку. То есть, стал более такой спокойный. Ну, как можно сказать, меньше волнения было у ребёнка. А вот почему? Почему осьминожки? Ну, изначально, то есть, у нас начинали вязать феи. Либо морковки это были вот с такими завитушками, либо это были осьминоги. Уже сейчас мы проявляем фантазию, то есть, вяжутся и столы, и мышки, и арбузы. То есть, стараемся как бы уже подобрать игрушку к комплекту. Суть в том, что малыш, держась за вот эту завитушку, это как имитация пуповины. То есть, он успокаивается держать за неё и не вырывает те провода и зонты, которые вокруг него присоединены. И таким образом, в любом, он успокаивается, то есть, он чувствует. Тем более, мамочки, перед тем, как положить в кювес, они носят возле груди, то есть, чтобы напитался запахом, да. И он чувствует как бы запах мамы, и малыш таким образом успокаивается. И то есть, более спокойно в кювесе лежит, ему более комфортно. То есть, чувствует запах мамы рядом, и таким образом успокаивается. Да, эти маленькие ручки и игрушки же тоже с определенным требованием. Мало того, что по шерсти требования такие же, как и к комплектам, чтобы они были гипоаллергенны, обработаны. Но здесь еще, я знаю, один момент есть по наполнителю игрушки. У нас, во-первых, требование это стопроцентный хлопок, то есть без каких-либо примесей. Тут уже шерсть не идет? Нет, здесь только чистый хлопок. Чтобы ни у кого не возникло вопросов. Он более мягкий. То есть именно здесь, если мы в комплектах, идет на терморегуляцию, на массаж, то здесь именно она более комфортная. Но еще не забываем, что дети даже в таком возрасте могут все ссувать в рот. Ни одной ворсинки не должно попасть в его маленькие ручки. Чтобы не осталось на ручках. По наполнительному здесь используется только холофайбер, потому что он выдерживает большую температуру. То есть при обработке в автоклаве он не расплавится, никак бы не деформируется. Поэтому только холофайбер. Но я знаю, что этот холофайбер помещают еще в определенный мешочек. В мешочек, конечно. То есть внутри каждой игрушки сшивается мешочек. Там буквально размер 5 на 5 и уже формируется. То есть там к мешочкам тоже требование. Там идет хлопок. То есть стопроцентный, чтобы не было никаких ворсинок. Ну и почему в мешочке? Чтобы если даже холофайбер где-то вылез, то он в мешочке. То есть дальше он никуда не пойдет и не попадет к ребенку на ручку, либо в дыхательные пути. Все не так просто, как вам кажется с первого раза. Ну и как же попасть в ваш клуб? Потому что это такое хорошее дело, от которого самому становится приятно, что ты кому-то помог. Как я уже сказала, что не каждая мамочка готова, что у нее ребенок появится раньше на свет, чтобы появиться в такой торопыга. И поэтому находимся в какой-то прострации. Вот эта помощь, вот эта милота очень необходима, когда она только сидит и смотрит на ребеночка. И вот такая какая-то забота сердечная, поддержка. Это очень большое дело. И вот, конечно же, как попасть в ваш клуб? Связаться с координатором. То есть если это будет фея будущая не из Караганды, а найти в городе вашем. Связаться с координатором, получить требования по комплектам, по игрушкам. Вступить в группу, где могут проконсультировать 24 на 7. И вязать с нами вместе для мам. Если вы не в Караганде, не все потеряно. Я думаю, что и в вашем городе есть такой клуб 28 петель. Но мы ненадолго прервемся и вернемся. Не переключайтесь. В гостях у нас Бигтау Ксения. Это координатор Карагандинского клуба 28 петель. Ксения, у меня в руках очень яркий плед. Настолько яркий, что здесь, по-моему, все цвета радуги присутствуют. Но это же детки, краски. В любом случае, этот плед крашеный. Сюда идут пищевые красители. То есть, если мы берем обычную пряжу, она точно так же покрашена. То есть, которая покупная. Здесь мы используем только пищевые красители, то есть, которые гипоаллергенные. Комплект стирается, точно знаю, что во время того, как красится, после того, как закрепление, и после вязки. То есть, трижды он простиранный. Вся эта вода уже стекает. Даже если какой-то краситель немножко остается. То есть, за три стирки он в любом случае стекает. Ну и плюс, не забываем, что автоклав. То есть, обработка в любом случае. Здесь, как бы, почему мы красим? Потому что чаще всего мы не можем найти цветные, особенно не в сезон, шерсть. И девочки закупают белую шерсть, стопроцентную, и красят. То есть, проходят специальные обучающие марафоны. Либо это делится в чате, в клубном. И красят пряжу. То есть, тут уже фантазия разыграется у кого как. Кто захочет радугу, кто-то, наоборот, делает там какие-то цветочки. Кто-то делает... Ну, жизнерадостные, утверждающие цвета. Почему яркое? Чтобы мама, которая увидит вот этот комплект, то есть, в тот момент хоть как-то её поддержать. То есть, когда ты рожаешь маленького малыша, ты не знаешь, что делать, ты находишься в полной прострации. И ты видишь в кювезе, вот в таком ярком комплекте, это как лучик солнышка, что вот есть поддержка из жизни. Давайте скажем о том, что цвет влияет на нас. Обязательно. И чем больше таких радостной расцветки, тем лучше. Ну, вот у нас программа очень быстро пролетела. И, конечно же, остаётся время на то, чтобы сказать самые добрые, самые тёплые слова. Ну, и, конечно же, передать приветы вашим клубам «28 петель». По поводу приветов, я очень люблю свой клуб, всех наших фей. Большой им привет. Я вас люблю, я вас верю. Жду, скорее, встречи. Всем пожелать здоровья, крепкого. Берегите себя, ваших близких, ваших детей, родных. Ну, и, конечно же, как координатор я хочу, чтобы наш клуб развивался, и как можно больше фейк нам присоединились вязать. Даже если вы не умеете вязать, мы научим. Ну, а мне остаётся добавить, если вы что-то делаете, то делайте это с любовью. У вас обязательно всё получится. Ну, а за понедельником рукодельником идёт спортивный ударный час. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!